Сегодня мы опять в Менделеевском треугольнике, Менделеев 128 дробь 1. Здесь опять собираются дольщики этого объекта. Теперь уже секция Л, секция Д все больше и больше выпавших окон смотрит на мир, ничего не движется. И теперь в секции Л тоже случилась какая-то проблема, и мы сейчас выясним, в чем здесь дело. Что сегодня должно было произойти? Сегодня 25 июня наш застройщик, новый застройщик МУПС ЗТН нас информировал, что здесь начнутся, анонсировал, что здесь начнутся работы. Зайдет подряд на организации и секцию Л начнут строить. И я так понимаю не начали строить? Да, мы сегодня пришли посмотреть пораньше, с 4 часов здесь ходим, ни одного рабочего мы здесь не увидели. Айрат Римовичу я перезвонила, Айрат Римович сказал, что пока не определились они с подряд на организации, потому что в данный момент они обсуждают вопрос, как они это будут строить, на заемные деньги банковских скроу-счета, или это зайдет какая-то коммерческая организация, будет привлекаться инвестор и будет строить инвестор. Дорожная карта, которая вот по этому объекту, она прозвучала, что ее будут готовить еще в марте. Да, в марте, 15 мая нам ее продемонстрировали. 15 мая вам ее показали. Да, это заседание было в госстрое под председательством Нева Струева, зампредседателя комитета по строительству. И там продемонстрировали, и там еще раз прозвучало, что 25 июня подряд на организации заходит на секцию Л. Ну, к сожалению... Вот мы восстановили хронологию. Значит, насколько я помню, на стройчасе тоже там мадам Гайсина очень торжественно сообщила, что вопрос в секции Л по Менделееву 128 дробь 1 решен, что дорожная карта утверждена, что там все-все-все. И теперь выясняется, что на эту стройку просто нет подрядчика. Да, пока не определились. Они вообще не определились, каким путем вы пойдут. Ну, то есть, я-то вот начинаю понимать, что они не сделали самого главного. Это вообще не минутный вопрос, да? То есть, как бы за 5 минут найти тут подрядчика на такую стройку, да еще, чтобы он был готов на все эти условия. Ой, нет, желающих очень много. Нет-нет-нет, вы не правы, Андрей. Хорошо, а если желающих много, почему они не могут сделать свой выбор? Вот как вы полагаете? Ну, для меня это, во-первых, тоже принципиальный вопрос, потому что я на всех совещаниях везде говорю одну и ту же фразу. Это такая же площадка МУК СЗТНа, как и наша. Мы имеем право тоже присутствовать при обсуждении, например, того же инвестора, кто будет заходить, каким образом мы пойдем. Мы тоже не будем тихо сидеть в углу, девочки, идите, не мешайтесь, потому что мы просидели 7 лет. Ой, да, 7 лет. У нас должен дом был сдаваться в 10-м году, и в 17-м году мы организовали. Да, мы уже, потому что перестали верить нашей администрации, может, там были и благие намерения, но по результату у нас есть 70 дольщиков, получилось 200. А почему не могут выбрать подрядчика? Вот в чем причина? То есть, если вы говорите, что подрядчиков желающих много, по крайней мере, несколько пускай, да? Да, ну, это вообще вопрос такой, может быть, не очень красивый. У нас была встреча с Хабировым 1 апреля, и даже там, поскольку я очень стремилась попасть на эту встречу, я всех помощников его доставала с этим, что помогите, помогите, нам нужно было какой-то, наверное, прорыв, да. Я тоже там презентовала нашего потенциального инвестора, который с нами уже 2 года, как бы рука в руку, да, да, и 2 года он собирается заходить на эту площадку, причем я и ради Фариточу говорила, у него готовый проект, у него есть готовый проект, почему я знаю, потому что весь 17-й год мы ходили, согласовывали в отделе архитектуры, в отделе земельных, и вот когда я презентовала это, ответ был такой, что да, окей, кто, называйте фамилии, я назвала эти фамилии этих заслуженных людей, потому что они с дольщиками, у них 2 успешных проекта есть. В ответ я услышала, что я какие-то свои личные, личные, какие-то цели преследую. Пытаюсь вставить свои 5 копеек, вы не боитесь, что вас обвинят, потому что вы тут, значит, толкаетесь. Да, мне сказали, я аффилированное лицо. Вы знаете, мне ничего, кроме моей квартиры, здесь ничего не надо, и когда вот у меня вот такие, ну, у меня очень здесь сложный коллектив, люди вот, у каждого очень страшная история, которая не дает спать просто ночами, да, и поэтому я, мне ничего не надо, но коммерсант, он всегда зайдет, зайдет быстро и отстроится. Может быть, нужно действительно провести, ну, независимую экспертизу тех предложений, которые делают инвесторы, да, то есть, ведь есть для этого уполномоченный орган, там, госстрой, в конце концов, там, еще какие-то организации городские, то есть, они же могут оценить намерения этого инвестора, то есть, вот сейчас ситуация такая, инвесторы найти не могут. Нет, инвесторы могут найти. Почему не нашли? Ну, они мне объяснили так, вот господин Хайрулин, Аскат Ревгатович, он объяснил так, что это экономически целесообразный проект, и город хочет на этом заработать. Почему до сих пор не приступили к работе, хотя уже 15 мая было заявлено, что план готов, Хабирову доложили, что план готов, там, значит, Гайсина себе там эти галочки поставила, все у них здорово, все хорошо, проблема решена, рапортовали. Сегодня 25 июня, стройка не началась здесь, что нужно сделать из того, что не сделали сейчас на данный момент вот эти люди, да? Ой, не знаю, ну, во-первых, услышать нас. Что должны сделать подрядчик, город, там, Хабиров, Невостроев, вот кто из них ответственный за это, и что они должны сделать дальше, чтобы все-таки стройка началась? Надо искать подрядчика, может быть, надо что-то там поменять в руководстве УСЗН, или что, вот как вы предлагаете? Нет, в руководстве ничего менять не надо, мы Бекбулатовым уже сработались, у нас же такой сложный судебный процесс прошел. Нет, он просто, у него опыта не хватает. Вот этой бы ситуации не было, если бы он бы просто на сайте опубликовал, что работы не начнутся потому, потому и потому. Я считаю, что основной вопрос здесь нет денег. Если бы у них были деньги, богатый человек, он бы как бы спокойнее бы... Это мы уже поняли, что у УСЗН денег нет, к сожалению, так получилось, что год назад мы радовались, что заходит городской подрядчик, он как бы надежный, он никуда не денется, но выяснилось, что он пустой как барабан, денег у него нет. Ну, хорошо, но они ищут инвестора. Да. Ну вот, тут для меня пока непонятная история. Вы говорите, что инвесторы существуют. Да. Проблема в выборе? Наверное. То есть они не могут решиться? Нет, 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 нет. Изначально они хотят сами заработать, а потом если не получится, они привлекут инвестора. Как же они заработают, если у них денег нет? Нет, они их скручат, да, хотят открыть банки. Мы сейчас приходим к выводу о том, что есть, видимо, смысл каким-то образом повоздействовать на конструкцию этого застройщика, дать ему там заем, кредит, возможность исполнить эти обязательства, либо искать инвестора, у которого эти средства есть. То есть мы сейчас, главная идея в том, что, видимо, стоять на месте нельзя, то есть 25 июня. Следующий какой будет этап? Вот вы пойдете с вопросом к Невостроеву, что он дальше вам скажет? Ну, сейчас мы просто хотим проактировать, проактировать, составить акт, что никаких работ не ведется и отложить одно стол. На данный момент обязательства Гусстроя и обязательства вот этой всей конструкции в виде там стройчаса и прочих не выполнены, но вы рассчитываете на то, что что-то изменится в этой ситуации? Здесь не хватает денег и здесь не хватает просто опыта работы нового застройщика с обманутыми дольщиками. Мы два года били с Меркурием, мы прошли огни и вода, мы два года здесь голодали, мы отбивали с этого Меркурия, вот слезы у вас наступают на глаза, потому что она потеряла двух членов своей семьи. Мы много через что прошли. У нас у каждого история очень страшная, и мы начнем рассказывать, здесь книгу написать можно. Мнения, как говорится, разошлись. Я менее радужно оцениваю ситуацию, которая складывается вокруг секции Л, вот здесь на Менделеево 128 дробь 1. На самом деле мне представляется так, что чиновники и вот эти общественники, все вот эти псевдо-лишние люди всякие гайсины и прочее обманули жителей вот этой секции, выдав им вот эту дорожную карту, которая якобы должна сегодня была заработать и строительство должно было начаться. Никакого строительства нет, подрядчика нет. Я так понимаю, что УСЗН даже не понимает, как ему дальше строить этот дом. Не знаю, обманули ли они Хабирова, пускай Хабиров сам решает, что ему там наговорили по этому объекту. Ну, в общем, я констатирую, что по объекту Менделеево 128 дробь 1 ситуация пока на прежнем месте, на том же месте, на котором она была больше года назад. Работы не идут, подрядчика нет и перспективы совершенно не ясны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова